Вернемся к городским событиям. В Петербурге продолжается большая осенняя генеральная уборка. 29 октября пройдет традиционный общегородской день благоустройства и акции Доброго Субботника. В этот день желающие смогут принять участие в акциях по сбору вторсырья, мастер-классах и викторинах экологической направленности. Готовят к зиме и жилые дома. Вот какого ноу-хау поможет в борьбе с сосульками, узнал наш коллега Дмитрий Аксенчик. Ему и передаем слово. В этом году защищать нас будут так называемые греющие ленты. Их уже установили в более чем на 100 домах в разных районах Петербурга, в том числе и здесь, на улице Пестеля. Познакомит подробнее нас с этой замечательной технологией Сергей Юрьевич Чалков, главный инженер жилкомфервиса номер один центрального района. Доброе утро. Существует лента, существует трубопровод, существует система скрытого его монтажа, так чтобы на поверхности непосредственно на плитке тротуарных не вытекала вода. Значит, запуск самой системы осуществляется путем подачи сигнала с вот такого вида датчика, который также установлен на крыше. Он измеряет температуру и фиксирует факт наличия осадков. Выдает соответствующий сигнал на центр управления, который включает греющие кабели, греющие ленты. А вообще, насколько это сложный и трудоемкий процесс установки ленты? Сложная процедура, которую выполняют исключительно профессиональные сотрудники. У нас тестовый режим мы запускали, то есть мы проверяли работоспособность системы в настоящий момент, а мы ее можем запустить в ручном режиме. Соответственно, при сборке преследовали так называемый ремонтопригодный сценарий. То есть представляем, как в случае необходимости заменять элементы, каким образом тестировать их. Мы должны будем зимой эту систему качественно уже проверить для того, чтобы тиражировать на другие объекты. Это российская разработка? Да. Я не хочу, чтобы вас испугала фраза. Мы готовимся к статистике отказов оборудования для того, чтобы учесть уже в следующем году те минусы, которые, возможно, будут выявлены в условии эксплуатации в зимних условиях. С целью, с одной стороны, устранить возможные выявленные недостатки. Надеемся, что их будет минимальное количество, а может быть, их вообще не будет. И уже, соответственно, при планировании следующих работ учесть эксплуатацию зимы этого года. Спасибо большое. Если верить экспертам, система позволит предотвращать не только появление наледей на крышах, но и замерзание воды в сточных трубах и появление ледяных глыб на тротуарах. Скоро проверим, как система работает.